Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем несколько полезных самоделок. Ну а что за самоделки мы сейчас увидим. Всем приятного просмотра! Поехали! Для первой самоделки взял за основу вот такую доску. Она размером 95 на 20. И теперь нам нужно отрезать два отрезка по 20 сантиметров. После того, как отрезали две заготовки, нам понадобится вот такая петля. Крепим к заготовке вот таким вот образом. Далее из оставшегося материала нужно отрезать полоску шириной 2 сантиметра. Итак, наша самоделочка готова. Делается довольно-таки быстро. И сейчас покажу, где ее можно применить. Итак, бывают случаи, когда на торцовке нужно отторцевать длинную доску. Как видим, она у нас шатается. И приходится ее постоянно придерживать. Либо с одной, либо с другой стороны. Вот как раз для этих целей наша самоделочка нам и понадобится. Берем самоделочку и наш брусочек. Ложим его вот таким образом. И подставляем под нашу доску. Все, теперь при помощи бруска мы можем настроить регулировку подъема доски. То есть, чем ближе брусок мы двигаем к петле, доска у нас получается выше. И двигаем до тех пор, пока наша доска не станет с уровнем нашей торцовки. Как видим, ничего не шатается. И когда обрежем доску, она никуда у нас не упадет. Также хотел сказать, чем выше нам нужен подъем, тем больше надо использовать размером брусок. Для следующей самоделки нам понадобится вот такой обрезок фанеры. Длина у нас будет 420 мм. И теперь нужно два отрезка шириной 120 мм отрезать. Далее широкие заготовки поделил пополам. Поставил точку, так же и на второй. Взял еще отрезок фанеры, прочертил линию. И теперь эта линия должна совпать с нашей точкой. Вот таким вот образом. Далее взял циркуль, отмерил 15 см, ставим его на линию, таким образом, чтобы отступ от основания был 35 мм. И прочерчиваем окружность. И сразу ставим вторую заготовку. Так же совмещаем точку с нашей линией. И чертим окружность. Все, теперь эту окружность нужно вырезать лобзиком, ну или на ленточной пиле. И таким же образом вырезаем вторую заготовку. Заготовки шириной 70 мм. Отторцуем под длину 265 мм. Собираю самоделку, буду на косой шуруп. Сейчас насверлю отверстие в коротких заготовках при помощи вот такой вот приспособа. Так, приспаем к сборке. Есть у меня вот такая струбцинка. И при помощи нее сейчас все это скрепим дело. Друзья, как вы заметили, у меня пополнение в мастерской. Приобрел себе вот такой ударный импульсный винтоверт от компании Reobi. Линейка One Plus. То есть более 150 инструментов могут работать от одного аккумулятора. В дальнейшем вы сэкономите на приобретение аккумулятора и зарядного устройства, если собираете линейку. Так же здесь установлен бесщеточный двигатель от Brouseless. Быстрая фиксация бит. Также здесь имеет светодиодная подсветка. Три светодиода, очень яркая. И трехскоростной редуктор. Имеется индикация. Первая скорость для более мелкого крепежа. Вторая скорость для повседневной работы. И третья скорость для более большой оснастки. Так же здесь имеется четвертый режим. Deck Drive. Когда при вкручивании самореза сначала у нас идет мягкий режим, то есть маленькая скорость. Затем скорость увеличивается. И когда саморез уже почти закрутился, скорость снова уменьшается. Вот такой вот винтоверт. Ссылочку, где я его покупал, оставлю внизу под описанием. Переходите, ознакомливайтесь с ценами. Ну а мы продолжаем. И теперь нам остается закрепить всего лишь одну планку посередине. Все, наша самоделочка готова. Ну и как же можно использовать данную самоделочку? Я живу в области, можно сказать, в двух километрах от Москвы. И как это странно не звучит, у нас нету газа. Поэтому приходится периодически ездить и заправлять баллон. Тогда мы вложим баллон в багажник. Он у нас катается, то есть по всему багажнику. Это очень неудобно. Приходится подкладывать под один бок что-нибудь, но он все равно периодически может скатываться. Вот как раз самоделочка нам и поможет. Берем нашу подставку и помещаем баллон на нее. Все, теперь баллон у нас никуда не укатится. Также есть несколько усовершенствований для данной самоделочки. Вот эти грани можно обклеить резиной, тогда баллон не будет скользить. Ну и также данный баллон можно крепить при помощи каких-то резинок. Продается в магазине. Но я брал у друга такую самоделку, пробовал, баллон у меня никуда не скатывался. То есть мы его помещаем вот таким образом. И этого будет вполне достаточно. Для следующей самоделочки взял два обрезка фанеры 18-миллиметровой. И теперь нам нужно будет две заготовки. Одна заготовка у нас будет шириной 110 миллиметров. Вторая заготовка 140 миллиметров. Отторцевал наши заготовки и теперь сделаем разметку на заготовку, которая у нас шириной 11 сантиметров. С края мы отступаем по 4 сантиметра. С одной стороны и с другой. И также делаем по середине еще одну меточку. У нас получается 11,5. И с этого края нам нужно отступить 3 сантиметра. Здесь. Здесь. И здесь. Теперь сверлим отверстие таким образом, чтобы сверло не выступало за эту метку. Сверлить будем 32-м диаметром. Теперь нужно сделать еще одну разметку. Проводим линии от края нашего круга. Здесь. Вот здесь. И так на всех отверстиях. Все. Теперь эту лишнюю часть вырежем на ленточной пиле. Так, можно приступать к сборке. Зажмем в ческах нашу заготовку. И теперь остается прикрепить вот такую планку со срезом под 45 градусов. Все. Наша самоделочка готова. Ну а самоделочку я помещу на свою французскую планку. Не обязательно именно на нее крепить. Можно взять самоделку и закрепить на обычные саморезы к стене. Итак, давайте разместим нашу самоделочку. Давайте вот сюда. И будет она у нас служить на крепление вот таких вот трубных струбцин. Я думаю, получилось замечательно. Друзья, вот такие простенькие самоделки сегодня получились. Изготавливаются очень быстро. И, как видели, потребовалось самое минимум материалов. В данном случае это обрезки фанеры и доски. В то же время, я думаю, каждый мастер найдет им применение в своей мастерской либо гараже. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.